так всем привет и это видео хотел бы начать с вопроса что же такое рандом рандом для разных игр разный для одиночных игр это такой способ баланса для кс и доты это показатель удачи там чуть другая проблема а в хорстоуне это подкрутка к сожалению а подкрутки знают все видео они я не видел возможно где то снято но я его не видел и в этом видео я хотел бы рассказать таких четырех картах которые играют в ладри и конторы которые могут переворачивать игры и в этом списке есть дешевые карты которые в данный момент играют в каждой колоде данного класса и делаются дешевую стоимость очень много то есть в этот список подходит павел бук павел бук и мне вообще особо рассказать не надо вы сами все видели на близко ним фактически это карта с 1 мана 1 1 она дает она сама по себе просто там нормальная вы в принципе не теряете ничего когда ее ставите но получать какой-то некая вы илью это лишнюю карту и против любого матча по с него можно получить то есть можно против контроль матча по оттуда найти книжку за 5 маны против агроматча по туда найти пошли за 3 маны или флэмстрайк можно найти портал просто против против какой-то мидженш колоды теперь ару хантера возможно вы не согласны со мной что я добавил этот список ару потому что но все таки нету зверей которые переворачивают игра общество и есть гору добавили очень много таких зверей то чтобы много достаточно то есть добавили два таунта у вара добавили кингмоша добавили в середакции за 4 маны добавили раскопку за 3 маны у варлока и они не просто так звери они звери что воде падали хантеру и хантер своих карт сильных может достать может достать высокогривым о сильных зверях у самого хантера даже рассказывать нет смысла теперь пират уроки и иллюзии уроки этот пиратик за одну ману очень очень сильный потому что во первых он призывает по часам и дает случайную карту вашего оппонента вам в руку с этой карты можно найти очень много сильных карт против фактически любого мачапа даже не фактически вообще против любого мачапа но перечислять на карте не буду ибо видео ну сильно затянется с илюзии то же самое только она но не знаю даже сказать на сильнее или не сильнее но по например такая же она милокурогия очень даже неплохо работает вот теперь неграбельная рандомная карта неграбельных рандомна карта а фигерский перс раскопка шамана не нет не перевод просто раскопка шамана отсюда можно найти очень сильная карта против любого мачапа абсолютно то есть против программы потута можно идти грозу против контроль матчапа туда можно идти талант 7 8 можно оттуда найти летал можно нату донать и семь семь можно туда тихий ума то очи вулкан очень много карт очень сильных которым можно оттуда найти но проблема эта карта подразумевая фактически вы данный момент ничего не делайте такая же проблема есть у раскопки плотина но она еще слабее потому что оттуда можно совсем говно вытащить и она не особо подкручена хотя по скринам который вы сейчас видите этого сказать нельзя в этом списке находится раскопка вара но она слабая потому что есть 1 4 за 3 маны раскапывает таунт он намного сильнее да и таунтов в игре очень сильных которые могут выиграть игру у вара нет да и вообще из общих картош таких нет и возможно вы некоторые карты хотели бы тоже отнести этот список но я не считаю то что не подходит в этот список это идол друида то есть него нельзя найти value против любого мачапа можно найти против контроля ну лишь можно найти оттуда какой-то какой-то свайпа или хилл это я имею ввиду карты которые могут просто взять перевернуть игру и из-за этого выиграть нет просто это сильная карта которая может найти карту по ситуации которая поможет выиграть игру но не стопроцентно ее выиграет еще сюда не подходит строку приста потому что это не боевой клич он не может в данный момент декоративных такси нельзя потому что у него десратл все таки еще сюда не подходит оружие вара потому что опять же ее нельзя достать из колоды и выиграть вот и видео хотел бы закончить о тенденциях Blizzard Blizzard делают в новых дополнениях специально дешевые карты чтобы управлять как ни странно игрой давать оттуда какое-то говно или давать очень сильные карты и они так делают что если оттуда ничего не падает это все равно неплохо а если оттуда что-то падает что-то выигрываешь игру что-то сильное и такие карты будут добавлять я уверен в новом дополнении не то что будет их много добавят 100% в карту локу какую-то дешевую рандомную я не уверен что добавят вару и друиду возможно еще паладину ну и вот мои предсказания всем пока